Итак, еще раз привет всем-всем, кто смотрит и слушает телерадиоканал Страна.ФМ Валерия Майорова и Кирилл Исаков в студии. И к нам присоединилась Наталья Бзубарева. И знаете что, друзья, вот песня про море, да? А на море нужно быть каким? Правильно, стройненьким, подтянутым, без лишнего веса. Поэтому к нам и пришла в гости Наташа, чтобы рассказать нам о том, как правильно вообще питаться, потому что очень много регалий. Да, можно перечислить. Да, доктор, терапевт, кардиолог, диетолог, детский диетолог, спортивный, нутрициолог. Что это? Член российского общества диетологов, нутрициологов, российского союза диетологов. Круто. Ничего не забыли? Ну, скажем, что нет. Будем считать, что нет. Отлично. Можно я вот просто свою неосведомленность проявлю? Нутрициолог, это что? Это человек, специалист, который разбирается в, грубо говоря, белках, жирах, углеводов. В продуктах, из которых состоит, в нутриентах, из которых состоит наша еда. То есть это целая наука? Целая наука, да. Да? Да? Вот ты берешь кусочек чего-нибудь, а там нутриенты. А там нутриенты. Я вот думаю, стоит ли Наталье мучить вопросом, на кого похожи друзья? Мне кажется, они все стройные, как горные лани. На белки. Все похожи на белки. Нет, кстати. Кстати, нет. Кто? Ну, вообще, мои пациенты, на самом деле, они все стройные, как белки. Жиров среди них не так уж и много, на самом деле. Если они приходят жирами, они уходят белками. А вот сейчас, по-моему, есть такое движение, да, бодипозитивистов, кажется, да, такие товарищи, которые… Себя принимают, как и есть. Да. То есть они зато… Вот как относятся к этому? Ну, вы знаете, в принципе, неплохо, но нужно быть самокритичным и оценивать себя адекватно. То есть если вы видите, смотрите на себя в зеркало и видите, что все неплохо, то, может быть, и не стоит идти к диетологу или садиться на очередную диету. Но если ваши друзья уже в очередной раз говорят, что, может быть, ты все-таки пойдешь в спортзал, или, там, может быть, ты откажешься от бигмака очередного, то, я думаю, уже нужно будет задуматься. Верьте друзьям. Да. Если друг говорит… Может быть, они не друзья, они тебе вовсе, что вы? Да, они просто завидуют твоей широкой кости. Так, у нас есть такой серьезный информационный повод, почему Наталья к нам пришла, потому что вот-вот выйдет ее книга. О чем эта книга? Да, я очень давно занимаюсь изучением вопросов питания, и можно сказать, что я, в принципе, могу смело заявить о том, что я лечу едой. Некоторые доктора лечат пиявками, другие доктора лечат препаратами, третьи доктора – иголками. А я лечу едой, то есть я изучила этот вопрос очень глубоко с точки зрения биохимии, с точки зрения нутрициологии, и нашла для себя выход на излечение очень многих заболеваний, в том числе женских заболеваний, детских заболеваний и так далее. Я веду свой блог в Инстаграме достаточно долго, и я пишу об этом, что, в принципе, практически каждое заболевание можно вылечить едой, ну или хотя бы не допустить до какого-то критического момента. И в книге там что, набор диет? Нет, диета, я вообще, кстати, против этого слова диета. Диета – это что-то такое, когда нужно от чего-то отказываться, это ограничение себя, это рамки какие-то. Но нет, я выхожу из рамок, и я никогда не ограничиваю своих пациентов, у меня просто свой подход такой нестандартный. Дорогие друзья, мы сейчас прервемся, пойдем полечимся, съев пару бургеров. Мы напоминаем, что у нас в гостях Наталья Зубарева, маститый диетолог, да, я так сокращу до такого определения. Сейчас у нас в группе vk.com.com появится пост, в комментариях к которому вы можете задавать свои вопросы, я думаю, что это особенно актуально. Пользуйтесь случаем. Пользуйтесь, да, ведь можно будет получить... Вылечиться в прямом эфире. Да, и получить полезные советы. А сейчас на стоке мы будем вместе, давайте послушаем и посмотрим. Так устроен мир, все меняется, только чувствами, будь со мной. Каждый новый день начинается, наслаждение и любовь. Нам не надо ждать, что изменится, все само собой. В этот раз нужно выше быть, и довериться, это сблизит нас. Мы будем вместе, всегда. О, я. О, я. Скажи только, когда мы будем вместе. Всегда. О, я. О, я. О, я. Представляй себе, все сбывается, если ты идешь за мечтой. Что-то новое начинается, ты почувствуешь, я с тобой. Ты же знаешь, что я искал тебя и заглядывал в волока. Да, это может быть, если веришь ты, все у нас в руках. Мы будем вместе, всегда. О, я. О, я. Скажи только, когда мы будем вместе. Всегда. О, я. Скажи только, когда мы будем вместе. Всегда. О, я. 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 Скажи только, когда... О, я. О, я. О, я. О, я. Скажи только нет вредным продуктам, и все в твоей жизни будет. Наверное, хорошо. Слушайте, мы на интересном месте остановились с Натальей Зубревой, с диетологом, с доктором. Что в этой книге? То есть там какое-то руководство к действию, там нет никаких диет. Там нет диеты «Ешьте, пожалуйста, 20 грамм углеводов» или «30 грамм белка». Слава Богу! Да, или «Ешьте грудку с огурцом из гречки». А там такого нет. Нет, нет, я вас расстрою. Но там есть такие вещи, о которых я не пишу и не рассказываю. То есть это то, к чему я пришла какими-то своими умозаключениями. Я врач в шестом поколении, и все мои предки, они приверженцы нетрадиционной медицины. Я соединила все эти знания с академической медициной, обучалась за границей в Европе, в США, взяла немножко с той стороны. Все это соединило, и вот получилась такая книга. То есть это руководство к действию, где многие женщины, дети, в принципе, больные люди, и не только больные, но и здоровые, смогут найти многие ответы на свои вопросы. Ну то есть, иными словами, там помимо каких-то рекомендаций по питанию, да, и вот именно образу жизни, да, есть еще какие-то, может быть, процедурные моменты? Нет, процедурных... Ты про что сейчас? Ну, например, нет, ну, вы сказали по поводу... Очищение организма, ну... Выдохнет, чакры раскрыть, как минимум, Лера, для начала. Я о том, что вот, например, нетрадиционная медицина, да, там, пиявочек рекомендуете ставить? А, ну, я не сильна в этом, если честно. Вот в чем не сильна, в чем не сильна, в том не сильна. Но там есть руководство по изменению не только образа жизни, но и образа мысли, правильно? Вы правильно абсолютно, ты, вернее, правильно абсолютно заметил, раскрытие чакр, да. То есть каждый человек сможет для себя что-то полезное найти, да. А может ли... И мужчины, кстати, тоже. Сахасрара открылась сейчас после ваших слов. А туда уже. Ай, да, да. Может ли эта книга заменить непосредственно общение с диетологом? То есть она такое настольное пособие, или все-таки нужно обращаться за помощью к профессионалу? Обращаться за помощью, честное слово, нужно только в том случае, когда есть какие-то проблемы. Сейчас столько информации в интернете, когда ко мне приходят девочки и говорят, я хочу на 5 килограмм похудеть, а у нее все в порядке с соматическим ее здоровьем, я говорю, идите, пожалуйста, вот, ну, к другим диетологам, потому что очень много информации. И похудеть, на самом деле, не так уж сложно. Можно почитать умных людей. Просто не есть. Это была в КВН-е шутка, когда приходил человек к диетологу и говорил, я хочу похудеть на 5 килограмм. Он говорит, давай мы тебе ногу отрежем. Да, кошмар. Нет, ну просто, когда действительно очень худые дети, это же бич, да, нынешнего общества, когда хочется быть худее, худее, еще худее. Я же вот в самом начале сказала о том, что девчонки иногда, и девчонки, и женщины не оценивают себя адекватно. Она приходит, она худенькая, маленькая, она говорит, у меня вот тут жир. Я говорю, ну покажите мне. Она говорит, нет у меня. Сейчас я вам покажу. У него сегодня выходной, он прячется, он знает, что я к диетологу пришла. Я занимаюсь, честное слово, более серьезными моментами тогда, когда нужно вмешательство врача. А похудеть девочку и так худенькую, или там сбросить какие-то 5 килограмм, может и тренер, и просто диетолог без образования. Понятно, 5 килограмм, это не проблема, девчонки. 5 килограммов, это так, запасик. Да, это завтрак просто. Не только девчонки, кстати. У меня сейчас 50 на 50, раньше было больше в сторону жен. А пацаны, они просто красавчики по умолчанию, они смотрят на себя и все. А вот о том, что же тревожит мужчин в плане лишнего веса, мы совсем скоро обсудим. Ты так любишь говорить паузами, а я люблю нас двоих, таких разных. Я оркестр без нот, громче музыка, нас с тобой берегут эти облака. Мои стихи, твоя гитара, мы отличная пара, мы счастливая пара. Мои стихи, твоя гитара, мы отличная пара, мы счастливая пара. Эту песню пою, и тебе хочется я, никогда не пойму. Одиночество в чьей руке будет лежать с ладонь. Сам решай, давай рядом лететь с тобой, давай, давай. Мои стихи, твоя гитара, мы отличная пара, мы счастливая пара. О, да, мы стихи, твоя гитара, мы отличная пара, мы счастливая пара. Мои стихи, твоя гитара, мы отличная пара. Мои стихи, твоя гитара, мы отличная пара. Мои стихи, твоя гитара, мы отличная пара, мы счастливая пара. О, да, мы стихи, твоя гитара, мы отличная пара, мы счастливая пара. О, да, мы стихи, твоя гитара, мы отличная пара, мы счастливая пара. Мои стихи, твоя гитара, мы отличная пара, мы отличная пара, я и гитара, я и гитара. Кто-то считает, что он и еда отличная пара. Что делать таким людям, мы сейчас расскажем, потому что у нас в гостях диетолог, нутрициолог Наталья Зубы. Ладно, можно уже покороче. Да, просто супер диетолог. Супер диетолог. Очень грамотно разбирающийся в этой теме от и до. И Валерия Майорова, Кирилл Исаков, который просто классно разбирается в еде. Я продолжаю нашу беседу. Классно разбирается в диетологах. Да, в диетологах, ну это само собой, раз вы в гостях, конечно же. Давайте мужчинам немножко времени уделим, немножечко времени. Ну что, мужички тоже стали, да, за весом следить своим? Да, меня это очень радует на самом деле, потому что даже тенденция, если проследить два года назад и сейчас, мужчины больше стали обращать на себя внимание. Это очень радует. А почему они стали на себя обращать внимание? Потому что, что волнует мужчину? Инстаграм. Точно. Лифтолукея. Точно. Нет, то, как на него реагирует женщина, да? Женщина вроде бы как следит за собой, а ему... Но мы в такое время живем, что многие мужчины... Я не имею в виду его жена, женщина. Да, он тоже неправильно. Да, я тоже неправильно, но окей. Вот, ну плюс еще, наверное, сейчас спасибо Инстаграму Инстаграму и социальным разным источникам за то, что они просвещают. Просвещают. Ну, то есть мужчины стали, ну, как в хорошем смысле, более метросексуальными. Да, скажем так. Это прекрасно. А вот есть такая проблема, как не набор веса, а наоборот, в смысле, наоборот, есть люди, которые не могут набрать вес. Помогает ли диетология в этом случае? Помогает, но здесь на самом деле все гораздо сложнее, чем со снижением веса, потому что если человек много ест и не набирает, значит, у него есть какая-то проблема метаболического характера. Здесь нужно разбираться с гормональным фоном, и много, в общем, сейчас буду вам медицинских слов говорить, не буду. То есть этим людям можно не завидовать официально теперь? А, честно говоря, нет. Они очень страдают. Вот если вы почитаете мой инстаграм, вы увидите. А они компенсируют тем, что они просто модные и в тренде, вот так. Да, они... Очень много комментариев по поводу того, что вот вы надоели, вы все худеете, худеете, как нам набрать вес? То есть очень много таких... Нет, у меня просто есть такой знакомый еще со времен игр в КВН, у нас он в команде был. Как не в конякорм, да? Да, все ели, набирали вес, там, это вторые подбородки, 23-летние толстячки были такие, 21-летние. А он ел больше, чем мы, в 4 раза, и вообще хоть бы хны. Ну, это действительно проблема. А вот еще вы сказали, что в своей книге, да, вы лечите людей. Да. Интересная такая пошла тенденция, сейчас есть такая еда в пакетиках, говорят, когда позиционируют эту еду, что уже прошло много лет, почва не дает столько ресурсов, и, допустим, то же самое яблоко несет столько витаминов, как это было 100 лет назад. Это правда? Вы знаете, ну, может быть, есть доля правды в этом, но я совершенно против такого подхода. То есть сейчас очень модные заменители еды. Да. То есть быстренько себе наболтал коктейль и пошел. Я не говорю сейчас о спортивном питании, я говорю о заменителях еды. Спортивное питание, если человек занимается спортом серьезно, оно необходимо, потому что невозможно из обычной еды набрать все количество витаминов, микроэлементов, нутриентов для восполнения его энергозатрат. Вот то, о чем вы спросили, замена еды, это совершенно нездоровая тема. Ну, то есть это вредно для организма, в другим словами? Это вредно, потому что, ну, в большинстве, в 95% случаев, может быть, где-то там в Америке есть, но у нас в России, я изучал этот вопрос довольно глубоко, у нас в России эта замена еды, она сделана из некачественных материалов. Итак, друзья, кстати говоря, раз затронули тему Америки, да, буквально после небольшого перерыва мы поговорим о том, насколько культура питания в России и в США отличается. Мы напоминаем, что у нас в гостях Наталья Зубарева, диетолог, которая рассказывает нам очень интересные вещи, ну и вы тоже задавайте свои вопросы vk.com slash страна.fm, у нас есть пост, пишите в комментариях. Послушай, это тот самый случай, когда совесть не мучает, дела не скучные, и хочется лучше, лучше быть. На карте еще места не изучены, мечта не исполнена, надо стремиться, места не заполнены. Уже столько можно, ни с кем поделиться. Это твой час, не тяни, не тяни, делай здесь и сейчас, пока мы молоды. Пока есть полгода, ну а че нам живем раз? Пока мы молоды. Послушать старше не значит лучше, неправильный выбор не значит худший. Встань выше, будь круче, встань выше. Усталыми, но остались чувства, своими силами в кармане пусто. Нет места для грусти, счастливыми, вопреки тоже искусство. Это твой час, не тяни, не тяни, делай здесь и сейчас, пока мы молоды. Пока есть полгода, пока есть полгода. Пока есть полгода, ну а че нам живем раз? Пока мы молоды. Слушай, смотри, страна ФМ. И мы вновь возвращаемся к вам. Валерия Майорова и Кирилл Исаков и Наталья Зубарева. Доктор, терапевт, кардиолог, диетолог, спортивный нутрициолог. Все эти регалии, они тут неспроста. Человек действительно очень глубоко разбирается в своем вопросе. Доброе утро. Доброе утро. Мы затронули в концовке предыдущего нашего выхода, что вы вернулись из Соединенных Штатов Америки. И давайте обсудим, вот отличается ли питание американцев до культуры питания и в России? Вы знаете, наверное, здесь правомерным будет отметить, что это зависит от Штата. Вот более такие развитые Штаты, например, Майами. Флорида. Да, ой, Флорида, извините, Майами, город, где я проживала некоторое время. Там очень развита культура питания, там очень развит здоровый образ жизни. Там в 6 утра выходишь гулять с собакой, бегают абсолютно все, начиная от детей и заканчивая пожилыми людьми. То есть заходишь в магазин, полки ломятся от здоровой еды. Там суперфуд просто, я не знаю, на любой заправке можно купить. А суперфуд это вот как раз-таки вот эти сухие, да, вот эти старые? Суперфуд это еда, которая действительно нам помогает чувствовать себя лучше. Ну, может быть, вы слышали семена чия, ягоды годжи, вот эти всякие вени. Это не означает, что это какая-то панацея, но, в принципе, неплохое такое дополнение к нашему стандартному питанию. А если мы берем такие помельче Штаты, более сельские, Огайо, например? Да, я не была, не знаю, но отъезжаешь немного от Флориды в сторону настоящей, так сказать, Америки. В Майами очень много русских, может быть, еще поэтому. Отъезжаешь немного в сторону и действительно на каждом шагу видишь очень тучных людей. То есть у нас в России они тоже есть, но не настолько много их. Они не просто полные, они очень большие. То есть с чем это связано? С тем, что в Америке действительно много здоровой еды, здоровой пищи, но она стоит дорого. То есть если на прилавке стоит, допустим, ну, к примеру, лежит курица обычная, написано выращенная с помощью каких-то химикатов, и курица органическая, то есть там все по-честному, если это органическая, то органическая, если нет, то нет. Она разница в цене примерно в два раза в этой курочке. Вот это да. Естественно, люди, которые не могут себе это позволить, они покупают подешевле. И на самом деле люди, вот, извините за такое выражение, они пухнут там от еды. То есть там еда, которая стоит недорого, она действительно нехорошая. Слушайте, а органическую курицу давно кто-нибудь жевал? Ее же прожевать невозможно. Она резиновая. Нет, нет, нет. Органическая курица там вот такая, как примерно у нас в России у фермеров вот на рынке. Хорошая. Вот я просто недавно в деревне как-то затарилась, и никак. Рубила куру в деревне. Да я ее не рубила, я ее уже зарублено купила. Вы, кстати, не забывайте, что у фермеров есть три вида мяса. Я тоже разбиралась в этом вопросе. У них есть мясо на продажу фермерское, есть мясо фермерское для себя, и есть мясо для себя-для себя. Абдурили меня. Которое для себя это хорошее, а все остальное это... Ну то есть это вот эти куры, которые в золотых клетках, которые едят суперфуд как раз-таки, чтобы... Ягоды Годжи. Ягоды Годжи, да, кур. Это достаточно часто в нашей провинции можно встретить, как фермер кормит ягодами Годжи своих курочек. СТРАНА ФМ Все к лучшему. Качаю залы, как качают не в шейхе. Под софитами сверкают кольца цепи. Повидал океаны, континенты. Побывал уже во всех уголках понятных. Сегодня я один, повесал один. И мне нужна самая дерзкая джаз ми. Я украду тебя и спрячу посреди пустынь. Слышь, скажи мне, кто твой господин, а? Вокруг нас с тобой пески. И нам нужен срочно дождь. Так много времени впереди. Сколько? Тысяча дня на ночь. Арабская ночь. Дивный восторг. По щелчку пальцев, меняю погоду. Как джин из лампы, я ценю свободу. Мой ковер, самолет из аэропорта. Через облака до твоего города. Я ради рекордов, клуб уже взорван. Зацени, я поджигаю шнур Биг Форда. Каждое слово это чистое золото. После моих шоу даже дети отпускают бороду. Вокруг нас с тобой пески. И нам нужен срочно дождь. Так много времени впереди. Сколько? Тысяча дня на ночь. Если б ты был султан, ты бы взял нас всех. Среди тысячи жен, ты бы имел успех. Но с другой стороны, я отвечу да. Ведь так сводит с ума твоя борода. Вокруг нас с тобой пески. И нам нужен срочно дождь. Так много времени впереди. Сколько? Тысяча дня на ночь. Друзья, не надо тысячу одну ночь сидеть на диетах. Чтобы быть в отличной форме, можно гораздо быстрее это все сделать. Если обратиться за советом к настоящим специалистам. Наталья Зубарева, врач-диетолог. Достаточно. Супер-врач-диетолог. У нас в гостях Валерия Майорова и Кирилл Исаков продолжают вести беседу. Давай про диету Дюкана страшную такую ночь. Да, Дюкан. Нужно ли сидеть на этой диете? Почему она такая популярная? Почему она такая популярная? Потому что это быстрый результат. У нас человек хочет прийти к любому врачу, получить волшебную таблетку. И тут же излечиться. Или похудеть на 10 килограмм. Диета Дюкана это белковая диета. И диета Дюкана, Аткинсона, Кремлевская. Их очень много разновидностей. Аткинсон это мистер Бин, который... Нет, это он придумал диету. Нет, это доктор такой, который, кстати, умер от ожирения. Ой-ой-ой. Но дело не в этом. Дело в том, что это белковые диеты, которые дают очень быстрый результат. За счет того, что диета предусматривает полное исключение углеводов. Ну или может быть там какая-то часть, которая недостаточна для нормального энергетического баланса человека. То есть человек ест просто один белок, и естественно он худеет. А потом, когда просто при одном взгляде на банан или на какой-то углевод, у него не теряется знание. Плюс 10 килограмм сразу, понимаете. То есть они начинают потом жить обычной жизнью, есть обычные продукты и очень быстро набирают еще и с довеском. Вот как раз-таки вопрос у нас из «Контакта». Написала нам Татьяна Юрьевна, наша слушательница постоянная. Бросила курить. Это вот, мне кажется, такая очень частая проблема. И, кстати говоря, именно она удерживает многих женщин от того, чтобы избавиться от пагубной привычки. Но вот теперь набирая вес, что делать, что есть, если хочется постоянно. Вы знаете, я очень люблю профессора одного, очень пожилого, скажем так, ему 90 лет. Вот я слушаю все его лекции, и он очень верные вещи говорит. Когда вам хочется есть, пейте. То есть не всегда, когда нам хочется есть, это означает, что мы действительно голодны. В случае с никотином, никотин это такой же наркотик, в принципе, как и еда. Я сейчас утрирую, но, в принципе, это одно и то же. Когда человек бросает курить, у него происходит подмена понятий. То есть, когда очередную сигарету он закуривает, у него на какое-то время пропадает аппетит, исчезает. Когда этого не происходит, он просто не знает, чем себя занять, и он начинает есть. Поэтому, честное слово, это может быть банально, но это работает, и с моими пациентами это работает. Если вам хочется есть, вместо того, чтобы закурить очередную сигарету, пойдите попейте простой воды. Не жидкости, а простой воды. Ну вот как раз-таки, да, о воде, быстренько, есть вот это убеждение. Есть такое мнение, да, что нужно пить 2-3 литра воды в день, это правда или нет? Воды нужно пить много, но, как и везде, должна быть какая-то грань и компромисс. Воды нужно пить 30 мл на килограмм идеальной массы. Килограмм идеальной массы считается по формуле, можно в гугле забить, как рассчитать идеальную массу тела. То есть, если вы везете 60 кг, ваш водный баланс в день – это 1800 литра. Не больше. Иначе почки будут страдать. Да, друзья, пометьте себе это, это очень важно. Сейчас мы вновь прервемся, и потом, конечно же, вернемся обратно и продолжим беседу с Натальей Зубаревой, супердиетологом, друзья. Давай запишем эту песню, мать его, чтоб никогда не поставили на радио, чтоб никогда не назвали ее попсой, и рядом с ней не звучал отстой. Остановите, Остановите, Витя, Витя надо выйти. Остановите, Витя, Витя надо выйти. Остановите, остановите Ведь, ведь надо выйти В Турции или Египте Ведь надо выйти На Сауэль или Пи-Пи Ведь надо выйти Ведь, ведь она репит Ведь, ведь надо выйти Остановить эту музыку Она не даёт покоя мужику Остановите Этот бит Витя танцует Витя не спит Остановите Остановите Витя Ведь, ведь надо выйти Остановите Остановите Витя Ведь, ведь надо выйти Остановите Остановите Витя, Витя, Витя надо выйти, остановите, остановите, Витя, Витя надо выйти, в Турции или в Египте, Витя надо выйти, на Самуи или Пи-Пи, Витя, Витя надо выйти, Витя, Витя нарепит, Витя, Витя надо выйти, А вот получится ли у Вити выйти или помешает ему лишний вес, мы сейчас узнаем, друзья. Итак, Наталья Зубарева у нас в гостях, супердиетолог, Валерия Майорова, Кирилл Исаков в студии, И по-прежнему задают каверзный вопрос Так, времени у нас мало, поэтому давайте Немножечко слушателям поможем Влад написал, похудела за полгода на 30 килограммов На пятиразовом питании Вредно ли это? Это много, однозначно Нормальный сброс веса в месяц Это 3-4 килограмма Все, что уходит быстро, потом точно так же быстро и придет Но пятиразовое питание Это неплохо Но не всегда и не всем подходит Если девушка худеет на таком питании Значит у нее и 30 килограмм достаточно много Значит у нее был избыток большой В принципе, может быть у нее первый месяц ушла лишняя жидкость Мы не знаем Ну то есть 30 многовато за полгода Нормально, это 3-4 килограмма Да, и мы выяснили, да, почему Потому что вплоть до того, что органы могут поменять свое положение Да, я вот сейчас рассказывала, пока у нас была музыкальная пауза Ребята очень так просвещают Это страшное дело А знаете, каково это слушать? Под Витей надо выйти, о том, как почки могут опуститься Это не каждый день бывает Простите Да, поэтому, друзья, не худеть стремительно, берегите свое здоровье Так, ну времени остается мало Давайте те, кто сегодня не успел получить ответ на свои вопросы Где они могут найти полезную информацию? Полезную информацию Я веду достаточно долго блог в инстаграме Доктор Зубарева, доктор нижнее, подчеркивание, Зубарева И делюсь достаточно актуальной и свежей информацией Где-то прочитала, где-то изучила Съездила на конференцию, на обучение Я все сразу несу просто на блюдечки в свой блог У меня очень хорошие, замечательные, любящие подписчики Они у меня очень активные Они всегда меня во всем поддерживают И задают такие вопросы Благодаря которым я могу развиваться и узнавать что-то новое Я когда выхожу в прямой эфир Я сижу с листочком и записываю себе вопросы На которые я не знаю ответа Такое бывает Онлайн-семинары какие-то есть А сейчас в инстаграме есть такая функция Прямой эфир То есть я выхожу Выходит там в прямой эфир какое-то количество зрителей И они задают вот так вот вопросы Я сижу как Тина Канделаки Вот так с ними разговариваю Отвечаю на вопросы Интересно Обязательно подпишемся на ваш инстаграм, Наталья Друзья, я думаю, что резюмировать нужно таким образом Что любое питание, прежде чем как-то его изменять Нужно обязательно посоветоваться со специалистами настоящими Ну или хотя бы включить логику и голову для начала А 5 килограммов это не проблема Помните об этом, девочки Да, проблема, когда голова не включается Друзья, все, заканчивается наш утренний эфир Наталья Зубарева Спасибо вам огромное Спасибо вам, Наталья, что вы к нам пришли Валерия Майорова и Кирилл Усаков были с вами Сейчас говорим всем пока-пока и до завтра До завтра